Это информационный тележурнал «День за днём». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Мария Гребенюк. Здравствуйте! В Тобольске создадут Центр культурного развития. Проект соглашения с компанией «Сибура» о сотрудничестве в этой сфере уже рассмотрен на заседании Президиума регионального правительства. Новый центр призван внести весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры и делового туризма в регионе. Рабочей группе, которая будет создана, предстоит провести исследования социально-экономических данных Тобольска и Тюменской области и привлечь международный опыт по созданию подобных культурных центров. К другим темам. Пять лет воссоединения Крыма с Россией в Тобольске отмечают масштабным фестивалем «Крымская весна». Стартовал он в конце минувшей недели. Праздничная программа позволила погрузиться в историю и современность полуострова. На уроках гимназии имени Литцмана ученики смотрели фильмы и презентации. Ребята подняли материалы со времен Древней Руси. По достоинству оценить этот праздник и понимать, что он значит, ты сможешь только тогда, когда будешь знать полную историю Крыма и то, что происходило с ним до событий, о которых сейчас обговариваются в СМИ, о храбрости и геройстве крымских жителей. Заглядывая в историю легендарных городов полуострова, школьники смогли почувствовать единство с крымскими соотечественниками. Была обнаружена вот такая плита, черная мраморная, на которой высечено его императорское высочество Тобольский пехотный полк. То есть это документальное подтверждение того, насколько тесные связи существуют между Тобольском и Севастополем. Потому что в годы Крымской войны наши граждане Тобольска принимали активное участие в этой войне. Долгожданное и значимое возвращение Крыма в состав России не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. Россия все-таки смогла отстоять свою территорию, доказать свое положение на международной арене и показать, что все мы вместе, все мы дружны и что мы все сможем. Более 500 человек приняли участие в праздновании пятилетия присоединения Крыма к Российской Федерации. О том, как табеляки отметили этот праздник, расскажут наши корреспонденты. А с присоединением Крыма она стала еще больше. Народные гуляния, музейные выставки, мастер-классы и ярмарка. В Тобольске с традиционным крымским гостеприимством отпраздновали воссоединение России с полуостровом. Крым наш, безусловно. Эмоции, ну как правильно сказали, возвращение в родную гавань. То есть это наши люди, это наша территория. Я думаю, это праздник для каждого табеляка, для каждого россиянина. Хоть Крым был на протяжении определенного периода не частью Российской Федерации юридически, но я думаю, душой крымчане, они всегда были с нами, а мы были с ними. Пока одни наслаждались концертной программой, другие соревновались на спортивных площадках. Работали и торговые лавки с сувенирами от тобольских умельцев. Кстати, как оказалось, для многих Крым уже стал любимым местом отдыха. Очень гостеприимный край, очень понравилось, с удовольствием поедем еще. Еще не успели посетить Севастополь, поэтому все впереди. Я в прошлом году в Крыму была, мне очень понравилось. Мы с дочерью отдыхали. Очень шикарная природа, очень красиво. Именно там море и горы, воздух личный. Обширную праздничную программу подготовил и Тобольский музей-заповедник. В эти выходные его посетили школьники, студенты и туристы. Интерактивная игра погрузила участников в историю полуострова и поведала много интересных фактов. Посмотрели, это Кремль. И пришли, конечно, сюда. Детям было очень интересно. Мы сразу ответили, как бы с первого раза, не ошиблись. Значит, нам это было интересно, значит, что-то знаем о Крыме. Это и интерактивно-познавательная программа «Крымская дива», где можно узнать о фактах и традициях Крымского полуострова. И за участие получить памятный значок, который будет напоминать о том, что вы поучаствовали в таком мероприятии, приобщились к нему. А в научной библиотеке работала выставка редких книжных изданий, посвященных Крыму. Мария Гребенюк, Наталья Китова, Рустам Рузеев, Виктор Муратов. Тобольское время. Судоремонтный завод в Сумкино готовится к навигации. В подробности вникли депутаты Тобольской городской думы. Год назад они уже были на предприятии и интересовались его планами. Для города важно, чтобы предприятие работало. И за год на заводе сделали немало. Подробнее в материале Елены Маковой. Реки еще скованы льдом, но водный транспорт уже готовит к предстоящей навигации. Среди буксиров и толкачей в поселке Речников взимует и теплоход капитана Эдуарда Грязнова. Ремонтные работы сейчас идут в самом центре корабля. В данное время на судне производится средний ремонт судна и капитальный ремонт двух главных двигателей. Произведена разборка, зачистка, ремонт мелких деталей, трубопроводов. И подготовка ведется к сборке, уже к окончательной сборке двигателя. В штате завода 250 человек. Из них 180 заняты ремонтом флота. Некоторые трудятся целыми династиями. Проблем с кадрами на предприятии нет. Этой зимой коллектив пополнился новыми специалистами. На первое полугодие завод полностью загружен работой. Сейчас загружаем второе полугодие. Четвертый квартал 2019 года в принципе тоже загружен. Это осенний ремонт, прием судна с эксплуатацией, дефектацией, подготовка к зимнему ремонту 2019-2020 года. На заводе обновили производственную базу. Появился новый автокран и снегоход для доставки оборудования по льду. А также новое сварочное оборудование. В некоторых цехах сделали косметический ремонт. В основном на судоремонтном заводе трудятся жители Сумкино. Для отдаленного небольшого микрорайона это градообразующие предприятия. Пока сюда бороздят простору у Опертышского бассейна, будут востребованы и местные кадры. Елена Маква, Михаил Куричко, Тобольское время. Общественное объединение многодетных семей от Рада обратилось к депутатам Тобольской городской думы выйти с законодательной инициативой к своим областным коллегам, чтобы улучшить статус многодетной семьи. В Тобольске их почти две тысячи. Для них предусмотрены льготы на питание детей до трех лет, на покупку лекарств до шести лет, бесплатный проезд в городских автобусах. Но пользуются ими лишь те, у кого среднемесячный доход на одного человека менее пяти тысяч рублей. С новыми поправками в закон многие многодетные лишились права на земельный участок. Разделение понятия «многодетная семья» и «малоимущая семья», между которыми сейчас стоит знак равенства, получение определенного статуса многодетной семьи именно на федеральном уровне, который будет наполнен не только словами, но и определенным объемом дотации, то есть и с федерально-изместного бюджета. Не дожидаясь указаний сверху, в родном городе многодетным помогают добрые люди. Директор школы номер 9 организовала бесплатное питание всех учеников из многодетных семей. Не требуют с них билеты и в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. Более 50 заявок, из которых порядка 30 взяли в работу. Полтора месяца тренировок, дефиле, уроков актерского мастерства и танцев. Полуфинал конкурса «Краса Тобольска-2019» состоялся в эти выходные в ночном клубе «Чердак». Кто стал претендентом на корону в спецрепортаже, расскажет Наталья Китова. Полуфинал состоялся в выходные. 33 участницы вышли на подиум. Позади упорной тренировки, дефиле, актерское мастерство, танцам все пошло на пользу. Пришло время применить знания на практике. Молодежь должна себя демонстрировать, показывать, в конце концов утверждаться. Это творчество, это подготовка, это самосовершенствование какое-то. Так что я считаю, что это творчество. Первое дефиле конкурсанта к залу гудит аплодисментами. Группы поддержки ликуют при выходе своей фаворитки. Между выходами музыкальная пауза. Естественно, все о женской красоте. Основная тематика конкурса в этом году – советское кино. Поддерживали атмосферу ретро-наряды красавиц, конкурсы и творческие номера тобольских артистов. Следующий выход. Здесь девушки уже в одежде офисного стиля. Здесь красавицы проявили свою фантазию и продемонстрировали множество вариантов нарядов для похода на работу, в учебное заведение или фотовыставку. Кстати, билеты на шоу были реализованы, что говорится, с пылу, с жару. Билеты на это шоу были реализованы в течение 10 минут. На сегодняшний день билетов на финал осталось, по-моему, около 20 штук всего. Мы надеемся, что шоу получится очень ярким. Девушки готовились полтора месяца. Огромное спасибо большой армии спонсоров, большой армии людей, которые нас поддержали. Они действительно вложили душу, сердце, деньги. Именно благодаря спонсорской поддержке удалось реализовать задуманные и подготовить достойные призы для участниц конкурса. Дизайнерские кольца для трех финалисток инкрустированы бриллиантами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Короны тоже изготовлены на заказ. За это богатство еще надо побороться. Учитывается и мнение зрителей. Они проголосовали и выбрали трех финалисток. Это настолько непредсказуемо для меня и настолько волнительно. Я аж растрогалась. Я очень хотела попасть в финал. Я очень много готовилась и я старалась. Правда, я очень рада. У меня сейчас в голове столько эмоций. В общем, если вы захотите, приходите, участвуйте. Девочки, это незабываемые эмоции, правда. Я очень рада, я очень счастлива. Такие эмоции просто не передать словами. Неожиданно для меня. Я очень счастлива. В финал конкурса вышли 12 участниц. Троих выбрали зрители. Девять отобрали члены жюри. Теперь девушки начали подготовку к финальному выходу. Наталья Китова, Рустам Рузиев. В начале весны иммунитет ослаблен и просто нуждается в поддержке. С этой задачей отлично справится натуральный мед. Где его приобрести и как выбрать, узнали наши корреспонденты. Натуральный мед – это не только вкуснейшее лакомство, но и кладезь микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот. Вот во дворце культуры «Синтез» проходит выставка меда из Башкирии и конфитюра от Пасеки Монастырской. Представлено более 30 сортов меда. Кстати, мед не теряет свои вкусовые качества и при длительном хранении. А значит, купив один или несколько сортов, можно быть уверенным. Средства вложены в свое здоровье и долголетие. На нашей выставке представлен мед на любой вкус. Акацевый, дикий, таежный, с прополюсом, с пиргой. А также можно приобрести конфитюр к чаю и для удобной выпечки. Голубичный, черничный, калиновый, вишневый, брусничный. Мы вас ждем, дорогие покупатели. Настоящее лакомство от Пасеки Монастырской – конфитюры. Также здесь можно приобрести душистое подсолнечное масло, азовскую халву, продукты пчеловодства и при этом получить приятный бонус в виде сладкого подарка. Подробности уточнят продавцы. Выставка меда из Башкирии и конфитюра от Пасеки Монастырской будет работать в нашем городе с 15 по 24 марта в Дворце культуры Синтез. Редлана Галякова, Тобольское время. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды, а у меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т плюс В. 19 марта в Тобольске солнечно. Воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ночью похолодает до минус 7. Ветер юго-западный дует со скоростью 2-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова